Итак, добрый день, уважаемые слушатели. Сегодняшняя наша тема будет посвящена более детальному рассмотрению плана кровли. Мы с вами рассмотрим основные понятия, разницу между чердаком и мансардой. Я вам напомню, но это будут ссылки на графические файлы. Мало ли, если кто не найдет. И на примере одного проекта мы с вами рассмотрим построение обычной крыши с проекцией на будущие фасады. Сложные крыши, плоские крыши. Рассмотрим основные высоты, как подбираются высоты. И уже в дальнейшем с вами будем работать. Итак, я буду базироваться опять же на плане предыдущем. То, что мы с вами на проекте уже рассматривали. Это был у нас с вами план предыдущего года. Ой, предыдущего года, этого года. Я уже вкратце по нему говорил по основным ошибкам и по основным понятиям плану кровли. Я хотел бы спроецировать, как будет эта крыша выглядеть потом в дальнейшем живую. И рассмотрим основную разницу между тем же самым по определениям, если посмотреть, они будут показаны выше. Что есть мансарда, что есть чердак, когда они делаются. Как понять, что у вас мансарда либо чердак. Та же самая мансарда, тот же самый чердак. Кто, если захочет, может посмотреть. Постарался все это сделать в максимальном качестве. Скорее всего, еще закину ссылку на самом деле найти в интернете. Мансарду либо чердак, я думаю, не составит у вас никакого особенного труда. Постепенно продолжим. Пока себя выключу. Итак, секундочку, у меня подзавис автокад. Замечательно. Я рассмотрю, как выглядит вот эта стандартная четырехскатная крыша на виде фасадов, чтобы в дальнейшем мы могли определить, как в итоге ее на самом деле выполнять по строению. Выполнять построение на данного типа крыши. Секундочку, я поправлю. У меня немного разбежалось графическое мое отображение автокада. Одну секундочку. Вот таким вот образом. Не буду перезаписывать, лучше продолжу так. Чтобы вы могли видеть, какие у меня основные привязки включены и с чем я буду работать. Я включу ограничение перемещения курсора определенными углами и с ними уже буду работать. Я не буду базироваться, какие у меня уклоны в данном случае у крыши были предстальны. Я просто начну ее проецировать. Визуально сравнение мансарды чердака, как она будет подрезаться и дальнейшее. Сначала рассмотрю на этой крыше, потом рассмотрю на более сложной крыше, на плоской крыше, чтобы вы могли уже в дальнейшем ознакомиться. Для удобства проецирования я скопирую весь свой план и уже буду его изображать на всяческих возможных видах, сверху, спереди, сбоку, на остальных проекциях. Я проекции буду нести при помощи, находясь в слое плана кровли. Как я буду видеть эту крышу, если смотрю на нее вот с этого вида. Вот с этого вида буду смотреть на крышу. Что мне необходимо? Спроекцировать основные линии связи и основную точку. Это максимальная моя точка, конек нашей крыши. Тяну эти линии вверх. Пока мне все равно, какое у них расстояние. Отсекаю линию. Отсек. Что мне необходимо помнить дальше? У нас с вами в теме и в интернете большое количество различных сборок. Сейчас это видео будет вспомогательное не только для студентов, которые у меня учатся. Еще это будет видео вспомогательное для тех, кто учится делать план кровли, учится ее проецировать в самом программном комплексе. Когда вы разобрались, какая у вас крыша теплая или холодная, на Moodle есть формула для расчета высоты кровельного пирога. Вы просто откладываете высоту кровельного пирога. Я сейчас на это смотреть не буду. Отложу ориентировочно то, что должен быть толщина кровельного пирога на фасаде. Откуда я его вижу? Это вот это ребро вот с этой части. То есть, если я смотрю на крышу с этой стороны. Дальше мне нужна вот эта максимальная точка моей крыши. Как она подбирается? Если мы вернемся с вами к определению мансарды и определению чердака. И если кто найдет в интернете, тот поймет то, что чем отличается основная мансарда от чердака. Тем, что мансарда, если коротко говоря, и она значится в определении, это жилой этаж. Чердак это не жилой этаж. И в большинстве случаев используется как какое-либо складское помещение. Крыша в чердаке холодная, в мансарде теплая. Для определения высоты. Если у меня этот объект будет выполнен с крыши чердачной, помещение не жилое. Соответственно, я должен подбирать высоту чердачного пространства, позволяющую его использовать для складского помещения. Оно может быть и предельно маленькое. Но главное, чтобы человек туда смог проникнуть. Потому что, во-первых, это нужно и для самого строительства, и для того, чтобы помещение использовалось по назначению. В случае мансарды мне нужно подбирать высоту. Вот эту высоту. Такую, чтобы у вас появился полноценный этаж. Причем желательно использовать максимальную точку, не превышающую высоту вашего этажа. Вспоминаем, у нас с вами по заданию это 3 метра. Я буду базироваться о том, что... Ну и также базироваться об уклонах, чтобы они не превышали 45 градусов. Это тоже у нас в теме есть, в случае мансарды. Я могу провести под углом 45 градусов, вот максимально доступную. Я предполагаю, что 45 градусов у меня крыши. Я под углом 45 градусов спроецирую два этих отрезка. Отзеркалю. Удалю все лишнее при помощи функции обрезать. Теперь постираю все, что мне не нужно. А по факту это единственное, что мне нужно. Я этот уклон буду видеть как прямую линию, которую смотрю я сейчас. В противоположном направлении тоже как прямую линию. Здесь мне нужно еще разобраться. Мне не хватает еще дополнительного уклона. А конкретно... Мне нужно удалить вот эту часть. Прошу прощения, калькулятор включился. Вот так моя самая примитивная крыша будет выглядеть на этом плане. Если я буду смотреть со всех противоположных сторон, на самом деле она будет аналогичная, только она будет отличаться по длине самой крыши. Если я предполагаю то, что крышу я усложняю, у меня здесь какое-то слуховое окно. Рассмотрим несколько видов. Чтобы оно было симметрично, я лучше буду лишний раз зеркалить все эти отображения. Вот такого вида. Как будет выглядеть оно на плане спереди? На самом деле, чтобы расположить ее на плане спереди, мне необходимо сначала построить проекцию вида сбоку. А для этого я снова скопирую свой план в сторону, в правую, либо в левую часть, как мне удобно. Разверну его. Мне на самом деле без разницы, куда у меня будет привязываться. Буду располагать его с этой стороны. И теперь я сначала протяну от прошлого моего плана крышу вспомогательные линии, которые мне уже известны. А конкретно это кровельный пирог. Толщина его. Теперь какие линии мне известны по моему плану? Это граница моей крыши. Конек. И какие-то граничные условия. Сейчас будем разбираться. Здесь у меня они сходятся с границей моей крыши. Конек крыши по предыдущему плану мне тоже известен. Я несу его из конечной точки. Напоминаю, что я просто усложнил крышу, добавив ему слуховое окно. В данном случае, если рассматривать нашу тему, второго порядка, либо это слуховое окно из крыши без составления дополнительных стен. У меня есть точка пересечения. Я связываю линии с точкой пересечения. Конкретно это вот эта линия. И они должны сходиться в коньке. Я что делаю? Свожу их в коньке. Раз. Дальше, с другой стороны. У меня уклон. Вот он, основной формообразующий. Вот он. Я тяну от границы крыши к коньку линию. От границы крыши тяну к коньку линию. Теперь что у меня есть? У меня есть прямая, входящая в общую мою крышу. Вот она, точка пересечения. Я тяну прямую линию. Ну и продлеваю оставшуюся. Это будет линия у меня моего слухового окна. От каких линий теперь мне необходимо избавиться? Выделю все и начинаю через функцию обрезать все это удалить. Ну, во-первых, мне не нужна линия конька крыши. Мне не нужна линия образования моего слухового окна. Мне не нужны линии границы слухового окна. Мне не нужны линии границы моей крыши. Мне не нужны линии нижней линии границы моей крыши. Мне не нужна линия формирования моего слухового окна. Я ее удаляю полностью. Верхнюю часть, согласно моему коньку, я тоже удаляю. Подравниваю все, что мне необходимо. А что мне необходимо подравнять? Мне необходимо убрать только вот эту линию. Как я это буду видеть на плане спереди? Вот на вот этом плане. У меня уже есть точка пересечения, которую я нашел на виде сбоку. Я ее протягиваю. Вот в эту часть. Дальше что? У меня есть граница, где у меня врезается моя крыша слухового окна в мою основную. И конек данной крыши. Тяну ее тоже вверх. Два граничных значения и конек. Что мне теперь нужно сделать? Обратите внимание. Вот у меня линия идет отсюда. Линия идет отсюда. И все они должны сойтись вот в этой коньке, по сути дела, моего слухового окна. Соответственно, что я делаю? Провожу отрезок. Раз. Два. Удаляю все, что мне уже теперь не нужно. Если у меня здесь будет еще дополнительно располагаться окно, мне необходимо его показать. Если нет, мне его показывать не нужно. Но, скорее всего, здесь будет еще и окно. Если у меня данное слуховое окно будет выступать относительно моей крыши, построю еще одну проекцию. Скопирую данный план. Еще немного усложню крышу. Пускай у меня это слуховое окно будет выступать относительно моего основного контура. Я уже по плану буду смотреть, насколько оно будет выступать. И на самом деле выглядит оно вот таким уже образом. Сейчас удалю все, что мне не нужно. Вот такого типа слуховое окно. На самом деле это не слуховое окно, это просто мы усложняем нашу крышу. Как производится ее построение? На самом деле, этапы построения все те же самые. Я посмотрю на двух проекциях. Скопирую его и разверну вторую проекцию. И поверну вторую проекцию. Строго под углом 90 градусов. Строю первую линию. Строю вторую линию. Строю сразу же на две. Третью. Четвертую. Строю первую просто вспомогательную в любом произвольном месте, вспомогательную линию, которая будет показывать просто границу моей крыши. Строю линию, но откладываю на самом деле расстояние, согласно моему пирога крыши. Пускай этот будет пирог равен 360. Вы уже дальше будете сами смотреть, сколько он будет по толщине. Сейчас, почему, по-моему, у меня не 360 отложилось. Прошу прощения, клавиши у меня включили другую проекцию. Я сейчас вернусь. Возвращаю себя. Лучше буду откладывать на другом числовом показателе. Откладываю 360. Достаточно тоненькая, ну ладно. Раз. Сразу на две штуки. Теперь мне нужно определить конек моей крыши. Напоминаю, что в зависимости от того, как вы подобрали свою крышу, либо вы можете сейчас уже доправить и поставить уклон в процентах на плане своей общей крыши. Я вам вначале говорил то, что я здесь не ставил ни уклона, ни проценты, потому что на самом деле до конца я не знаю, как будет выглядеть моя крыша. Когда вы уже спроецируете ее на фасады, вы можете точно знать, какие элементы у вас располагаются, как она выглядит. Я сейчас буду крышу делать немножко другую. Пускай она будет под углом 30 градусов выполнена. Под углом сначала проведу еще линию вспомогательного от конька крыши. Вот конька крыши. Сначала я базируюсь от того, что я проецирую общий план кровли. Я пока не смотрю на выступающие всякие элементы. Я ищу ее относительно своей общей крыши. Под углом 30 градусов. Запроектирую линию раз. Отзеркалью ее. Считаю, что у меня обе линии симметричны. Нет, не удаляю. Здесь она будет абсолютно точно такая же. Под углом 30 градусов. Отзеркалью. Удалю все, что не нужно теперь. При помощи функции обрезать удаляю. Удаляю то, что мне не нужно. Вот так будет выглядеть основная наша крыша на проекциях. Теперь что я делаю? Провожу вспомогательные линии. Сначала от бокового фасада. Теперь я уже понимаю, что мне нужно будет ее продлить. И теперь от вида спереди. Как вы понимаете, вид с другого боку отображаться будет абсолютно точно так же. Что я делаю теперь сначала? Самое простое, я могу запроецировать вот этот вид. Так как крыша у меня... Вот это ребро означает то, что она будет у нас без уклона. Но там еще нужно смотреть по нашему заданию. Я просто тяну прямую линию от точки пересечения. Здесь я продлеваю линии пирога моей крыши. Удаляю все, что мне не нужно. Вот эта линия у нас остается. Это излом нашей крыши. Вот он. Вот этот участок. Вот он здесь. На виде спереди. У меня уже есть основной уклон образующий. Соединяю просто эти линии. Удаляю все, что мне не нужно. На самом деле мне не нужны вот эти линии. И мне не нужна уже вот эта линия. И еще мне необходимо не забыть о том, что у меня не будет этой границы. И не будет вот этой границы. Здесь, скорее всего, будет продлена стенка и располагаться окно. Вопрос. То, что касается вот этой проекции. Если я по заданию вижу, что это у меня не просто выходящее из крыши слуховое окно, да, по факту мне нужно было бы продлить и удалить то, что мне не нужно. Если у меня это слуховое окно чисто выходит из границы моей крыши, мне, да, необходимо для него поставить, опять же, точно так же, согласно моего пирога, толщину крыши. Согласно кровельного пирога. Да, вот эти линии мне сейчас не нужны. Получается, эта крыша, слуховое окно просто выходит из крыши. Вот эта у меня форма чисто повторяет мою крышу. На самом деле здесь проще всего смещение на необходимую толщину. Но я этим сейчас заниматься не буду. Вот таким вот образом. Здесь, опять же, повторю, скорее всего, будет располагаться стенка. Нет, сейчас не буду смотреть на контуры моего объекта, но могу, чтобы вы для понимания могли расчертить. Граница моего здания раз. Граница здания два. Пускай будет границу этажа еще обчерчу. Удалю все, что мне не нужно. И здесь, скорее всего, будет располагаться какое-то окно. Вот таким вот образом. Здесь два варианта. Либо может также располагаться окно вот здесь, прямо в крыше. Вспомогательная стенка будет строиться. Либо, по аналогии с этим слуховым окном, мне нужно будет вырезать участок крыши. Вот в этом участке. Дальше что? Как будет выглядеть плоская крыша? И многие задаваются вопросом, то что, Андрей Александрович, подскажите, пожалуйста, нужно ли на плоской крыше ставить уклоны? Могу сказать вам сразу, да, на плоской крыше нужно ставить уклоны. Потому что, вне зависимости от того, что она плоская, у вас есть уклоны по ней. Уклоны плоской крыши это уклоны до 10 градусов. То есть, она все равно и все, что выше 10 градусов, это уже скатанная крыша идет. И дальше уже нужно смотреть по формам, какая она сложная, простая и так далее. Пока мы это с вами не затрагиваем. Но, как будет выглядеть ваша крыша? Я сделаю обычный контур для плоской крыши. Пускай она будет вот такая. У вас еще парапет 250 градусов.